В эфире информационная программа «Северный город» в студии Марии Курчатова. Здравствуйте! Далее о главных событиях этого дня. Отставка Владимира Ташкинова. В полиции рассказали о происшествиях в городе и районе. Итоги городского конкурса дембельских альбомов служу России. Сегодня в администрации Устилимска состоялось неочередное заседание городской думы, на котором местные парламентарии обсудили отставку мэра города Устилимска Владимира Ташкинова. Напомним, 24 апреля этого года в Новосибирске он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В отношении бывшего главы города возбуждено дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей. Смотрите далее. Согласно федерального закона 131 ФСЗ полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае отставки по собственному желанию. В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования города Устилимска отставка мэра города по собственному желанию осуществляется путем направления им соответствующего заявления в городскую думу. Полномочия мэра города в связи с отставкой по собственному желанию прекращаются с момента принятия городской думы решения об отставке мэра города по собственному желанию. Указанное решение городской думы принимается без голосования. Также зачитаю предложенный вам проект решения На основании заявления мэра города Устеримска Городская дума решила Принять отставку мэра города Устеримска Ташкинова Владимира Сергеевича По собственному желанию Считать досрочно прекращенными полномочиями мэра города Устеримска Ташкинова Владимира Сергеевича С даты принятия настоящего решения Опубликовать настоящее решение И разместить на официальном сайте муниципального образования города Устеримска Сотрудник пресс-службы межмуниципального отдела МВД России Устилимский Валентина Габриэль рассказала о происшествиях в городе и районе за текущую неделю. В дежурную часть полиции поступило сообщение от участкового полномочного Седанова о том, что на 82-м километре дороги Братск-Устилимск было совершено ДТП. В ходе проведения проверки было установлено, что водитель автомашины Лада Гранта уснул за рулем, в результате чего совершил опрокидывание автомашины. Пострадала несовершеннолетняя девушка, которая была доставлена в больницу с травмами. Также Валентина Габриэль подробно рассказала о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал 8-летний мальчик. В дежурную часть межмуниципального отдела полиции поступило сообщение о том, что мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2103, совершая движение задом, наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате мальчик получил травму, был доставлен в больницу. Как было установлено позже, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент он помещен в приемник-распределитель. По завершению проверки будет принято правовое решение. В Устеримске сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в квартирных кражах. Подробнее также у пресс-службы МВД. С заявлением в отдел полиции Устеримский обратилась женщина о том, что у нее были похищены золотые украшения, которые находились в помещении офиса, в котором она работала. Позже сотрудниками уголовного розыска было установлено, что данное преступление совершил мужчина 74-го года рождения. В настоящий момент этот мужчина задержан. В отношении него избрана мера пресечения заключения под стражу. В ходе предварительного расследования было установлено, что при помощи скрепки предполагаемый преступник открыл дверной замок и проник в помещение офиса. В результате чего и похитил имущество ему не принадлежащее. Также мужчина сознался в совершении ряда иных преступлений, совершенных подобным образом. В настоящее время по всем фактам проводится предварительное следствие. В последнее время участились случаи мошенничеств с помощью мобильного банка. Текущая неделя не стала исключением. За минувшие двое суток в полицию поступило пять обращений местных жителей о фактах, совершенных в отношении них мошеннических действий. Подробности случившегося у Валентины Габриэль. Все случаи аналогичны. К каждому из потерпевших поступало сообщение о том, что его сберкарта заблокирована. И были указаны телефоны, по которым они могли перезвонить. В результате, перезвонив, граждане лишили своих денежных средств. То есть лица представлялись мнимыми сотрудниками банка. Предлагали совершить у банкомата те или иные операции. В результате со счетов граждан были списаны их денежные средства. В настоящий момент по всем фактам проводится проверка. Хотелось бы напомнить гражданам о том, что получая смс-сообщение с мобильного банка, будьте внимательны. Каждое смс-сообщение содержит в себе определенный четкий характер. Не имеет размытого содержания. Самое главное смс-сообщение всегда содержит последние четыре цифры вашей карты. В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением личности предполагаемых преступников, совершивших ряд краш из магазинов, ведется их розыск. Следственным отделам предоставлена видеосъемка, на которой запечатлены противоправные действия похитителей. Полиция призывает граждан оказать содействие в установлении личности виновных, присутствующих в кадре. При установлении обращаться по телефону, который вы видите на экране. Анонимность гарантируется. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность мэра города Устилимска в Устилимскую городскую территориальную избирательную комиссию 16 июля 2015 года подал Матвеев Евгений Петрович. Пенсионер, выдвинутый Устилимским местным отделением политической партии КПРФ, ранее подали заявление Елисеев Александр Владимирович, начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Устилимску и Устилимскому району, выдвинутый избирательным объединением Иркутское региональное отделение политической партии «Патриоты России». Ситников Александр Алексеевич, пенсионер МВД, выдвинутый избирательным объединением региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Иркутской области. Выдвинутый в порядке самовыдвижения Бачкарников Андрей Сергеевич, начальник участка Илимской строительной компании Лебедев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора ЗАО «Ката» Хворостянин Александр Анатольевич, директор филиала номер 14 Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Выдвижение кандидатов завершается в 18 часов 29 июля 2015 года. По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, на территории Иркутской области зарегистрирован случай батулизма, связанный с употреблением консервов стерилизованных помидорка. Томаты неочищены, собственно, на соку категория «Экстра». Серия 055Н 5Н от 17 сентября 2014 года. Производитель «Аргоинвест» Кабардино-Балкарская республика. Случай выявления на потребительском рынке города вышеуказанного товара необходимо незамедлительно сообщить в отдел потребительского рынка и лицензирование администрации города по телефону 98 206. 16 июля в Краевическом музее состоялось подведение итогов городского конкурса дембельских альбомов «Служу России». На торжественном награждении участников побывала Алена Калько. Конкурс дембельских альбомов «Служу России» был объявлен Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Участие в нем приняли 19 человек. И вчера в зале боевой славы Краевического музея начальник управления Алексей Бочкарев наградил участников конкурса. Но перед тем, как перейти к награждению, исполняющая обязанности главы города Людмила Бажанова поблагодарила волонтеров за помощь в проведении мероприятий и акции к 70-летию Победы и вручила благодарственные письма. За участие в проведении на территории города Уст-Илимска Всероссийской акции «Вахта памяти» в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ребята, действительно огромное вам спасибо. На тот момент эта акция была просто необходима для города. Поэтому давайте. Затем настало время для награждения участников конкурса. Трое участников принесли альбомы своих родственников, уже ушедших от нас. Конкурсная комиссия отметила эти работы в номинации за сохранение семейных реликвий. Сотрудники дома-интерната для престарелых передали на конкурс альбом Сергея Михайловича Огородникова. Он сегодня проживает в доме-интернате. В период с 1958 по 1960 год Сергей Михайлович служил в Туркмении. Его альбом оказался самым старшим. Альбому уже более 50 лет, а фотографии в нем по-прежнему отличного качества. По рассказам самого автора, чтобы сделать их, солдаты тайком бегали в самоволку. Этот уникальный альбом решено отметить в номинации за историческую ценность материала. В этой же номинации был отмечен дембельский альбом Виктора Михальченко. Виктор Николаевич служил в Афганистане. И уже поэтому представленный в альбоме фотоматериал имеет свою историческую ценность. Здесь фотографии сослуживцев, генералов, снимки местных жителей. Историю о том, как удалось вывести альбом из Афгана, рассказал сам автор работы. Участников наградили еще в трех номинациях. За творческий подход к оформлению дембельского альбома, за верность солдатским традициям и за продолжение традиции в оформлении дембельских альбомов. После официальной части нам удалось поближе рассмотреть работы. Для оформления обложки участники использовали все подручные средства. Альбомы обтягивали сукном, клеили на них значки, гильзы украшали чеканкой. Собирать материал солдаты начинали с первых дней службы. Обычно на первой странице расположено фото самого солдата и повестка из военкомата. На последний приказ министра обороны о демобилизации. Несколько страниц отводили под фотографии с присяги. Зачастую в альбоме красовалось фото девушки, которая ждала на гражданке. И что особенно приятно и трепетно мамы. Обязательно была страница, где друзья-солдаты оставляли на память свои адреса. После завершения конкурса в музее работает выставка дембельских альбомов. Алена Калько, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Как ни крути, покупать меховые изделия летом выгоднее в несколько раз. Меховая компания «Палитра» приезжает в Устилимск побаловать модниц. Подробности далее. Шубка – вещь, которая, по мнению женщин, обладает поистине чудодейственной силой. Она способна согреть не только тело, но и душу. Даже выбор шубки – это настоящее наслаждение. Присматривать, примерять, бесконечно красоваться перед зеркалом. Главное, чтобы не пришлось сделать выбор между ценой и качеством изделия. На выставке продажи меховой компании «Палитра» вы можете выбрать шубку великолепного качества по приемлемой цене. Определить же качество меха можно очень просто. Если сжать мех, то на хорошей шубке ворсинки не слипаются, а само изделие быстро принимает первоначальную форму. Швы на таких шубках, как правило, тонкие, гладкие. Если встретили такую вещь, смело берите, не пожалеете. Гарантией хорошей вещи является фирма, которая ее предлагает. Меховая компания «Палитра» работает на рынке свыше пяти лет. С каждым годом количество представительств компаний во всех регионах России увеличивается. Как увеличиваются объемы продаж? Именно поэтому «Палитра» может предложить свои оптовые цены на меховые изделия. Сегодня на выставках-продажах меховой компании «Палитра» можно видеть сотни моделей шубок из норки стоимостью от 49 тысяч до 99 тысяч рублей. Разнообразие фасонов, расцветок. Тут можно подобрать модную норковую шубку как для худенькой дамы, так и на пышечку. Сейчас крайне популярны шубки с фигурным подолом, рукавами и обычного кроя. Поражает разнообразием и коллекция мутоновых шубок. Более 300 изысканных моделей и расцветок на любой самый взыскательный вкус – от 10 до 35 тысяч рублей. Если шубка приглянулась, а возможности приобрести ее нет, то специалисты компании «Палитра» могут предложить вам оформить покупку в рассрочку или взять кредит. Возможно, без первоначального взноса сроком от полугода до двух лет на довольно выгодных условиях. Работаем мы с двумя крупнейшими банками по России – это «Ренессансбанк» и «ОТП-банк». Шубы из норки мутона «Нутрия», «Орелага» и других мехов ждут вас на выставке продажи меховой компании «Палитра». «Палитра» – минимальная цена и максимальное качество. Это были все новости к данному часу. Будем следить за происходящим вместе. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин